Субтитры делал DimaTorzok Есть очень много, там десятки ребят, много десятков шаблонов. Рассмотрим, в общем, как они называются. Первое, шаблон по умолчанию. Это случайно выпадет какой-то шаблон, причем я бы, наверное, не советовал его использовать, потому что есть определенные там баги и особенности не очень хорошие. Ни о каком даже близком равном раскладе там говорить не приходится. Многие моменты не предусмотрены. Все-таки разработчики, я думаю, что даже примерно не предполагали, до какого уровня дойдут игры на этой версии игры. Поэтому лучше выбрать шаблон. Дальше идут, есть вот такие вот шаблоны, где буквы и цифры, где ничего не поймешь. Обычно первая цифра обозначает количество игроков, потом сам шаблончик, ну и там всяческие ухищрения идут. В скобочках идет тоже 2P, это значит 2 игрока, 4P это 4 игрока. Размеры карт. Минимальный размер, который можно для этого шаблона выбрать S, то есть минимальная. Максимальный это M плюс U. U буква это подземелье, то есть до M с подземельем максимум можно выставить. Есть и шаблончики побольше, которые называются нормальными. Например, Balance, Cold Shadow Fantasy, Clash of Dragons, который играется вообще. Минимум XL, максимум XL с подземельем. Ну и много-много таких шаблонов. Если вы сборку скачаете по моей ссылочке, тогда тут еще будет шаблонов больше, чем есть у других игроков, поскольку некоторые шаблоны там еще я делал для каких-то турниров. Есть тестовые разные. Можно оригинал выставлять, играть на оригинале при желании. Есть тоже там, ну в общем, можно даже самому делать целые сборки шаблонов, которые будут случайно выпадать. То есть делаете вроде как один шаблон, но на самом деле внутри него много и они выпадают там случайным образом. Сделали свою сборку и поехали, да? При этом можно даже убрать название шаблона, чтобы соперник не мог изначально определить, какой шаблон выпал. Опытные игроки, конечно, когда они проведут разведку, они поймут, что это за шаблон и как дальше играть, скорее всего. Ну а для неопытных будет тяжело определить ситуацию.